Девушки отдыхают Это большая длинная часть до грузовика Это база террористов Или терровский РЭСП То, что идет после нее Тоже такая огромная часть Называется площадь Терры на площади, говорят Это просто крыша Эту цистерну, большую цистерну Называют бочка, желтая Или, как принято с версии 1.6 Скала Но на нее нужно сбираться Поэтому я чаще всего склоняюсь к названию То есть привык уже к названию скала Следует отметить На карте NUC такой нюанс То есть здесь игра может Идти внутри Может и снаружи То есть на улице Все то, что снаружи, называется Outside То, что внутри, называется Inside Ну, думаю, кто понимает английский Сразу поймет, что inside Это что внутри И поэтому, когда вы играете Допустим, с иностранцами Да, и находитесь здесь Услышали терра Там топают, да, шаги Шум Говорите, терра inside То есть игра идет внутри Если здесь Outside То есть террористы снаружи Далее Вот это помещение Ну, как я бы уже сказал Inside Называется Бывает называют еще Hole Или Ноль На нуле Вот это отдельную комнату Перед дверью Называют Скрип Ну, видать, из-за того, что дверь скрипит Назвали скрип Это Целую Тоже Большую часть Если какую-то комнату Здесь Называют Радио Может быть, как-то отдельно Они по отдельности Каждая называются Но я играю Давно-давно И как-то Как-то отдельных ограничений Названия всех этих комнат Я думал, уже не встречаю То есть просто всю эту Большую часть Называют Радио Далее У нас идет такая Огромная площадь Называется она Рампы Рампы Ну, назвали, видать Из-за того, что здесь такой Спуск для кого-то Подъем, да Это Рампы Если играют за этим ящиком Говорят за большим Здесь За хедом Но хед, голова Хедшот, да Спуск вниз Вниз С этими С двумя ответлениями С двумя входами Или выходами Называют Вилка На вилке, да Ну, это терровская часть вилки То есть ближе к террористам Это контровская Часть вилки Я думаю, особо так Никто-то не называет Контровская Или терровская Далее Вот эта вот комната Называется Хелп Хелпа Здесь спецназовцы Помогают Своему тиммейту Отбивать Защищать Выход на рампу Эта комната Называется Под девяткой Под девятью Потому что Наверху Это помещение Называется девяткой Ну, уже принято Так, я не знаю Даже, по-моему, в русскоязычном Это, в принципе Наверное Во всем русскоязычном Контерстрайке Уже приняли называть Девять Девятка То есть Этот угол Сам называется Девять Ну, и само помещение Тоже на девятке И называют Еще, бывает Его, маяк Вот этот Эта возвышенность На которой Двигаются спецназовцы В начале раунда Обычно Называется Мостик Мостики На мостике Или мост просто Этот угол Ну, если брать Украинский Контерстрайк И послушать слэма То они называют Его шесть На шестерке То есть Здесь, если находится То есть внутри На шести Говорят На шестерке И здесь также На шестерке То есть Сам угол Ну, понятно Из контекста Если вы на улице Берете И говорят На шестерке То значит Здесь Итак Девятка Под девяткой У иностранцев Называется Вот этого Часть Heaven Играйте с ними Сразу говорите Эта часть Называется Окна В окнах Не знаю Как у иностранцев Я знаю Что они Не Windows Да, у них называется Ну, можно Конечно, думаю Сказать Outside Windows Ну, что-то такое Эту длинную часть Бывают Называют Длина Ну, здесь Если это Улица Street Ну, вы там Говорите Иностранцам Outside Два у нас Есть красного Контейнера Это Теровский То есть Т красный Этот Контровский КТ красный Это Огромное Здание Зовется Ангар Или Гараж Ну, с иностранцами Гараж Так говорится Думаю, они поймут Вот это Здоровая Будка Мэйн В иностранцам Так же Мэйн Называется То есть Они поймут Вот это Уже Маленькая Будка Просто Называется Будка Называется Киоск Или Старых Версий Куры Здесь я говорил Ноль Да Так Это Самоплент Наверху Рельсы К сожалению Вот эта точка Называется Х На иксе Здесь На шестерке Я же упоминал Здесь девятка К сожалению Не знаю Как называются Эти углы Ни разу Еще не встречал Эта часть Называется Украинцев Называется Спаун Сеня говорил Что это часть Спаун Если бегает Спецназов То говорят На спауне Это На открытой На открытой Так назвали Вот Как обозначен Нагл К сожалению Не знаю Не слышал Ни разу Не могу ничего Сказать Насчет Итак Мэйн Стрит Улица Дальше Идем вниз Метро Эта часть Называется Метро С лестницей Да Кстати Метро Хорошо Играть В атаке Снейкинг Присели Поднимаетесь Вверх И Вы Как бы Движетесь Выглядит Из-за угла И можете За укрытие Сразу Метко стрелять Если вы Видели голову Сразу Слили Двигаясь Движение Точность Ваша Не страдает Как вы Должны Были Запомнить Итак Метро Далее Длинный Коридор Так и Называется Длинный Это Называется Спуск Может быть Как-то Так Ни разу Ну как бы И редко Встречаю Назов Они просто Говорят Длинным Да Эта часть У иностранцев Это Виндус Не запутайте Не перепутайте Там У нас Окна По-русски Но Виндус Допустим У иностранцев Здесь Окна У нас Эта часть Не зовется Окна Она зовется Аквариум Ну чаще Всего Я слышу Это уже Сам Бэплэнд Это Называет Темка Эту комнату Ну Обычно Липгоря Комната Да В комнате Сидит Называют Еще Бункер Ну иностранцы По-моему Токсик Токсик Рум Или что-нибудь Такое Да То есть С этими Бочек Здесь Позиция Это на Кулере Кулер Вот за Этой Вот цистерной Так Вилка Бэплэнд Кулер Это Вентиляция Вент Или Каналка Да Называют Еще То есть Вот эта Часть Здесь Отыгрывает Спецназ Террорист Теровская Часть Вилки Это Контровская Часть Вилки Это Переход Часть Коридора Называется Переход И вот так Назвали То есть Это старое Название Версии 1.6 Название Я помню Потому что Здесь Этот Коридор Не Кончался Он Продолжался Дальше Сюда То есть Шел Дальше Назвали Коридор Коротким Он Шел Вот Эту Комнату Токсичную Комнату Этот Бункер Поэтому Это был Переход Между Коридорами То есть Между Длинным И Коротким В принципе Весь По моему Нюк Надеюсь Ничего Не упустил Вентиляция Каналы Рамп Вилка Думаю Вполне Это будет Достаточно Чтобы Сообщать Другую Информацию Ориентироваться На этой Карте Что ж Оставляйте Свои Комментарии Всем Удачной Игры Ребята Пока